Машину начала бросать из стороны в сторону, а она буквально носилась вперед и назад. Она крутилась и, наконец, перевернулась. Мы умрем? Быть евреем было очень важно для меня. По крайней мере, в культурном смысле. Дважды в неделю я ходил в еврейскую школу. Бармитсва не просто далась мне, потому что мне нужно было читать Тору перед тысячей людей. Я очень защищал свое еврейство, хотя я и не знал Бога. Я не знал, что могу знать Бога, но я помню, как думал, существует ли Бог? Целью моей жизни было получить как можно больше удовольствий. Вечеринки, наркотики, алкоголь. И мой лучший друг, его звали Брайан Макрей, он не был евреем, он был ирландским католиком. Он поверил в Иисуса. Что произошло с Брайаном? Почему он не пьет? Почему кто-то может хотеть быть религиозным, когда можно все время просто гулять и веселиться? Буду с вами честным, я был немного зол на Брайана. Он мой лучший друг. И внезапно он из-за своей новой веры не может делать со мной всякие веселые вещи, которые раньше делал. Я сказал, Брайан, ты хочешь сказать мне, что если я не буду рожден свыше, то есть не переживу то, о чем ты говоришь, я не попаду на небеса? Я не мог представить себе ничего более надменного с его стороны, чем сказать, что его путь — это единственный путь. Брайан повернулся ко мне и открыл Библию на Иоанна 3.3, где сказано «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». И это было подобно тому, как будто с небес полетели мечи. Но я не знал, что делать. Я практически не мог двигаться, и все было похоже на то, будто кто-то включил свет. В течение следующих 8 месяцев я размышлял, я исследовал, и затем в 83-м году пришла осень. Был Йом-Кипур, День Искупления, и я решил, что буду поститься на этот раз. Я никогда не постился на Йом-Кипур. И в конце 24-х часов поста, ожидания чего-то, какой-то хоть капельки отношений с Богом, я не почувствовал ничего. Я очень плохо учился в школе, я еле закончил ее. Потому я поступил в тот единственный колледж, который был готов принять меня. Это не Гарвард, скажем так. Я приезжаю домой на каникулы и встречаю моего друга Брайана. И Брайан, конечно же, снова заговорил со мной об Иисусе. И я сказал «Брайан, стоп, у меня к тебе один вопрос. Твоя жизнь сейчас лучше, чем когда ты поверил в Иисуса». Потому что я думал, что он скажет мне «Рон, нет, она не лучше. Нам было весело, мы напивались и ходили на вечеринки, мы отлично проводили время. И знаешь, теперь я живу такой скучной религиозной жизнью. Но когда я умру, я отправлюсь на небеса». Я думал, что в этом состоит суть сделки. Ты меняешь свою веселую жизнь на скучную, и в итоге ты попадешь на небеса. Но это не то, что ответил мне Брайан. Он посмотрел на меня, его лицо засияло радостью, и он сказал «Рон, я знаю Бога». И когда он сказал это, я знал, что он говорит правду. У меня был еще один друг, Дин. Он учился со мной в колледже, и даже несмотря на то, что он не был верующим, он смотрел на меня, на этого еврейского парня, которому все было интересно, и он хотел помочь. И он повел меня на фильм про Иисуса, и в конце фильма я плакал. Один, если я плакал, он рыдал. Мы сели в машину и поехали назад в Льюисберг. И я начал молиться. Хотя я всю свою жизнь провел в синагоге, у меня было бармитство, я ходил на богослужения, я никогда не молился, я никогда не молился от сердца, я никогда не говорил с Богом, как с личностью. И я сказал «Боже, я верю, что Ты реален». Еще восемь месяцев назад я не верил, что Ты реален, но сегодня я уверен, что это так. Если Ты скажешь мне, как служить Тебе, я буду служить Тебе. Ты хочешь, чтобы я стал религиозным евреем, любавическим хасидом? Должен ли я стать рожденным свышехристианином или индуистом? Я не знаю. И если Ты покажешь мне, я буду служить Тебе. И когда я закончил эту молитву, а молился я про себя, не вслух, я вдруг заметил, что Дин теряет управление машиной. Ее начало бросать из стороны в сторону, она несколько раз прокрутилась, и когда машина начала бросать, а затем крутить, я успел подумать только одно. Мы что, умрем? А затем она перевернулась несколько раз, и мы оказались в Канаве. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я лежал вверх ногами в Канаве, посреди Северной Каролины, что это не может быть Иисус. Если бы это было по-настоящему, как бы я мог попасть в автокатастрофу прямо в тот момент, когда молился? И когда я обо всем этом думал, я осознал, что мы все еще находимся в перевернутой машине. Я посмотрел на Дина, с ним было все в порядке. Он посмотрел на меня, а не царапины. И мы взглянули на машину, на эти обломки, она была полностью потеряна. Кромешная тьма. Было, вероятно, около 10 часов вечера. Мы не знали, что делать. Мы прошли немного и увидели один дом, единственный дом в этой глуши. Мы подошли к этому дому, постучали в дверь. Зашли и сели, нам дали воды. И я увидел Библию, увидел журнал, который, насколько мне было известно, был религиозным или что-то вроде. И я знал, что у нас только что была авария. Я спросил хозяйку, вы, ребята, верите в Иисуса? И она сказала, да. Она продолжила теологический разговор о том, что сделал Иисус. И буду честным, я не понимал ничего из этого. Кроме того, что когда она говорила ко мне, некое присутствие и сила, которые я не могу объяснить человеческими словами, сошли на меня. Я бы назвал это электричеством, но это слишком слабое слово. Я не мог избавиться от этого чувства. Чем больше я сопротивлялся ему, тем сильнее оно становилось, как будто кто-то постепенно делал его громче. И я просто остановил ее и сказал, что это за чувство, которое я сейчас переживаю? Всего несколько минут назад я попросил Бога, покажи мне истину. Следующий я вверх ногами, где-то в глуши в Северной Каролине, а затем я в доме настоящих, искренних верующих в Иисуса. Фильм, молитва, автомобильная авария. Если я буду отрицать это, мне нет оправдания. Это реально. На следующий день я проснулся и подумал, как я буду жить жизнью, свободной от наркотиков и алкоголя? И знаете, один день стал двумя днями, а два дня превратились в неделю, и вдруг прошел месяц, и я понял, что свободен. Я просто поверил, и все в моей жизни изменилось. После того, как я пришел к вере, я думал, что я больше не еврей, что я теперь христианин. Но потом я начал читать Новый Завет и подумал, «О Боже, одни евреи! Здесь парень по имени Иоанн Креститель в Новом Завете, и он еврей, и на самом деле не креститель. Здесь парень по имени апостол Павел, который на самом деле еврейский рабин. Библия говорит в Исаии 53, что придет один еврей, и что он возьмет на себя грехи еврейского народа, и затем он умрет за них, смертью грешников. Он будет похоронен в могиле богатого человека. Все это произошло, и затем он снова увидит свет жизни. Это Иисус, Иешуа. Но, возможно, вы скажете, «Я еврей, как я могу верить в Иисуса? Позвольте мне бросить вам вызов. Идите и прочитайте Новый Завет. Вы узнаете, что это история о евреях, которые находят еврейского мессию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова